Всем привет! Сегодня вас ждет замер 320 бензина на полном приводе со Stage 1 от компании KK Performance. Контакты, ребят, кстати, указаны в описании к этому видеоролику и ниже сейчас строчки, поэтому если кто-то заинтересуется в прошивках, стейджах, кодировках и так далее, и прочих, в том числе и дооснащениях, можете смело обращаться к ним. Если скажете что от Asatura, я думаю, что какой-то приятный подарок вам они в том числе сделают. Ну а сам автомобиль вам уже знаком, потому что я его замерял. Эта машина действительно была у меня на замерах достаточно давно. Тогда она была стоковая, пробег был что-то в районе, по-моему, 4000 километров, и цифры были в целом неплохие. Как в обычных режимах, так и в режимах с двух педалей автомобиль поехал быстрее паспорта. Если мне память не изменяет, паспорт 7,6, а сама машина у нас поехала что-то в районе 7,38, 7,4. Не суть важна, самое важное, что быстрее паспортных данных. И вот спустя некоторое время, там буквально через 4000 километров, после того, как мы замеряли автомобиль, владелец все-таки надумал сделать стейдж. Обратился, собственно, в КК Перформанс, и мы сделали стейдж 1. И вот сейчас уже пробег 31 тысяча километров. То есть порядка, сколько у нас получается-то, что у меня с математикой? 23 тысячи, примерно 23 тысячи километров наездил этот автомобиль на стейдж 1. И самое важное, то что у нас и тогда была лето-летняя резина, и сейчас та же самая резина. Температура тогда была 23 градуса, сейчас 20,5 градусов. Ну, то есть разница невелика, и она никак особо не должна повлиять на наши замеры. Топливо, что тогда был сотый Газпром, что сейчас сотый Газпром. То есть условия максимально идентичны. Вот прям максимально. Единственное, что отличает те замеры от этих, это то, что тогда у меня рядом, собственно, сидел сам владелец. Практически все замеры, кроме последнего в режиме лонч с двух педалей. Потом его высадил сейчас же, будем без него. Ну, разница, грубо говоря, сколько там? 70 килограмм, 80 килограмм. То есть я не думаю, что она прям кардинально существенна. Но имейте это в виду. Что нам важно, и что интересно. Я собираюсь замерить автомобиль один в один, так как замерял тогда. То есть ровно те же самые режимы. Мы будем смотреть, сколько автомобиль поехал в одном режиме тогда без стейджа, и сколько поедет сейчас со стейджем. Собственно, в этом, в главной степени, весь интерес этого ролика. Чтобы вы могли при желании для себя сделать выводы, стоит ли оно того, стоит ли вообще связываться с этими всеми стейджами. Первый заезд, комфортный режим. Автохолд выключен. Я просто отпускаю тормоз и резко жму на газ. Так. 3.62. И 0.106.62. Смотрим, сколько машина поехала тогда, без стейджа. 8.87. То есть в точно таких же условиях, благодаря стейдж-1, мы сбросили 2,3 секунды. Очень неплохо. Давайте пробовать автохолд. Активируем автохолд. Отпускаю тормоз. Поехали. 3.19. Ух ты. 6.15. Просто в этой попытке с автохолд. Смотрим, что было тогда. Второй заезд, комфортный режим, автохолд. 8.83. 6.15 со стейдж, 8.83 без. То есть разница в 2,7 секунды. Ничего себе. Надо еще один важный момент отметить. Сколько здесь лошадиных сил, никто толком не знает. Надо загонять машину на стенд, замерять и смотреть. Но, если так примерно прикинуть, должно быть лошадей 300 плюс-минус. Может больше, может меньше. 249-сильная трешка по паспорту едет именно заводская. 330-я бензиновая, если не ошибаюсь, едет что-то типа 5,7. Ну, то есть меньше 6 секунд. Здесь по-любому больше 249 сил. И полный привод. Поэтому, чисто теоретически, мы можем рассчитывать на цифры менее 5,5 секунд. Но это теория. Учитывая то, как машина едет сейчас в этих режимах, в целом я в эту теорию готов поверить. Но будем проверять. Третий заезд был в спортивном режиме. Собственно, и я включаю. Правда, здесь у нас добавился спорт плюс, поэтому пока включаю спорт стандарт. 3,23. Проверяем. 6,19. Чуточку хуже, чем было до этого. Но что у нас было в прошлый раз без стейджа? 8,83. То есть он поехал 8,83 как в комфортном режиме, так же ровно те же 8,83, но уже в спортивном режиме. Примерно похоже мы наблюдаем и здесь. То есть сам по себе режим спорт практически ни на что и не повлиял. Как у нас машина имела там 6 с небольшим, так, собственно, это и осталось. Режима спорт плюс у нас тогда не было, но сейчас он есть, поэтому проверить, я думаю, что стоит без привязки к прошлым замерам. 3,16. А вот это уже не дурно. 6,02. 6,15, 6,19 был в комфортном и спортивном режиме. Как только мы включили спорт плюс, получили просто 6 секунд. То есть прибавка есть и сам по себе режим спорт плюс, он эту прибавку дает. Реально очень неплохие цифры. Очень достойные цифры. Едем дальше. Теперь переводим в коробку спортивный режим движения. На стейдже, как правило, это не влияет, но мне хочется все-таки проверить. Тем более, что тогда мы это проверяли. 3,16. Ну, как минимум, получили красивую цифру 5,99. Что же у нас было без стейджа? Смотрим. 8,75. 5,99. 8,75. Ну, собственно, опять 2,76. Разницы просто благодаря стейдж 1. Крутой результат. Поскольку мы практически полностью дублируем те заезды, то я сейчас так же, как и в тот раз, полностью выключаю систему стабилизации DSCO. Заодно проверим, повлияет она или нет. 3,01. Для меня это полная неожиданность. 5,87. То есть в районе 13,12 мы скинули, выключив систему стабилизации. При том, что у нас не было никаких пробуксовок. То есть, вероятно, это в целом влияет на алгоритмы работы. Может, коробки передач, может быть, отклик педали газа из-за этого изменился. Не знаю. Но разница, вот, пожалуйста, очевидна. При этом без стейджа машина поехала 8,7. То есть всего на 0,05 лучше, чем без выключения системы стабилизации. Интересный результат. Теперь будет минутка моего позора. Переключение в ручном режиме. Дело в том, что тогда, когда я замерял автомобиль, я заметил, что коробка ведет себя крайне неадекватно. Она очень тупит. Она очень долго переключается, несвоевременно. И вообще как-то вот не в попад. Это было связано в том числе с относительно небольшим пробегом и, может быть, режимом обкатки. Но тогда меня это вынудило попробовать ручной режим переключения передач. И как бы плохо я ни переключался, немножко отыграть мне удалось. Машина поехала в 8,67. Вот сейчас проверим, смогу ли я отыграть что-то от тех 5,87, которые мы получили, или все-таки про вафлю. 3,05. Ну, не особо-то и надо было. Я больших иллюзий не питал. 6,02 мы получили. Хотя бы на уровне спортивного режима без выключения системы стабилизации, чем я в целом доволен. А так, чисто для галочки, да, в ручном режиме мы тоже попробовали. Приступаем к интересненькому. В том автомобиле, ну, имеется в виду в этом автомобиле, но без стейджа, как такового лонча не было. Я не знаю, зашили ли его здесь, ребята, из какая перформанс или нет. Но, как минимум, мы попробуем его сымитировать. Я включаю режим движения спорт плюс. Коробку в спорт. Стабилизацию переводим в трекшн. Автохолд я выключил. Зажимаю тормоз, зажимаю газ, немного держим и стартуем. Лонч сработал, значит, зашили. 2,68. Вполне ожидаемые 5,72. Хотя я думал, что, может, машина поедет и получше, но в целом у нас еще не последняя попытка. Так вот, без стейджа она ехала 7,75. 5,72, 7,75. Это была одна из попыток. Но, так или иначе, праздница в 2 секунды. То есть, вновь подтверждается очевидность пользы от такого стейджа. Пользы для разгона. Не факт, что для живучести, конечно, но для разгона так уж точно. В тот раз лучшие попытки были достигнуты с полностью выключенной системой стабилизации. Однако там не было лонча. Здесь же, как мы уже увиделись, лонч есть. Он зашит, он срабатывает. А значит, пока все-таки пробуем в режиме трекшн. Система стабилизации. Выключаем климат на всякий случай. И делаем, в принципе, все то же самое, что и в прошлый раз. Обороты встали. Поехали. 2,65. И еще граммулечку. 5,69 нам удалось набрать. Я считаю, что, опять же, хорошие цифры. Помучаем машинку еще. Очередная попытка. Пока все так же в режиме лонч. Только стартую сразу же, как только стрелка приблизится к трем тысячам. 2,54. Да ладно. 5,31. Разом 4,10 скинули. Просто благодаря тому, что я стартовал чуть раньше, чем надо было. Я как-то немножко удивлен, если честно. И абсолютно не ожидал этого. Абсолютно не ожидал. Но результат очень крутой. Согласитесь. Причем, сравнивая эти цифры с лучшим замером без стейджа, тогда у нас получилось... Сейчас вам скажу. 7,38. Здесь 5,31. Мы вновь отыграли больше 2 секунд. Только представьте, что это такое. Хорошо. Остается проверить еще парочку режимов. Первый. Это полностью выключенная система стабилизации. Даст ли она нам что-то или нет. Все остальное, как и было. И стартую примерно по тому же алгоритму, что в прошлый раз. 2,55. А вот еще более симпатичная цифра подъехала для итоговой таблицы. 5,3. При всем при этом, есть у меня такое вот ощущение внутреннее, что здесь потенциал чуточку выше. Что можно попробовать цифры еще немного улучшить. Поэтому дам DSO в режиму еще одну попытку. И вот теперь, когда все красивые цифры уже достигнуты, я думаю, что можно себе позволить небольшой эксперимент. Поэтому ставим коробку в драйв. Остальное точно так же, как и в режиме launch. Тормоз пол, газ пол. Ближе к 3000 стартуем. Климат. Выключаем. 2,55. Ну да, как еще могло произойти. 5,29. Еще одну сотую мы смогли скинуть от наших тех результатов. И в целом на этом, я думаю, можно подвести итог. Вспоминаем. Эта машина в равных, как и сейчас, условиях, но без стейджа. В самом обычном лайтовом режиме. Либо в комфорте, с автохолдом, или в спорте. Неважно. Дает разницу со стейджем. Примерно в 2,5 секунды. Даже чуть более. Это космос. Это просто нереально большая разница в динамике. В случае со стейджем. Дает разницу примерно в 2 секунды. То есть, тогда мы с двумя педалями получали в лучшем случае 7,38. Сейчас 5,3. Скинуть 2 секунды из 7,5 секунд. Ну, это сколько? Это получается практически треть. Ну, чуточку, наверное, меньше, чем треть. Пусть будет для легкости счета 1,4. От четверти, допустим. Это крутой результат. Это реально достойный результат. И в целом есть над чем подумать, если кто-то из вас задумывается над стейджем. Вы должны взвесить все за и против. Вы должны понимать, что сделав стейдж, вы, скорее всего, останетесь с гарантией 1 на 1. И в случае поломки чего-либо вам вполне обоснованно могут отказать. Если вы готовы эти риски принять на себя, как вы видите, результат стоит свеч. Если же нет, лучше даже не задумывайтесь, катайтесь на базовой прошивке, копите деньги, покупайте ту машину, которая удовлетворит ваши амбиции. Те же, кто готов рисковать, получают очень достойные цифры. Сейчас в таблице вы можете увидеть, собственно, сравнение разгона и динамики этого автомобиля со всем тем, что я ранее измерял. И отдельно я выделю другой окраской замер этой же машины без стейджа, чтобы вы тоже могли сопоставить цифры 0,30, 0,60 и 0,100. Как по мне, разница космическая, разница очень крутая, и будь я владельцем аналогичного автомобиля, скорее всего, взял бы на себя риски, сделал бы стейдж. Пусть что-то, может быть, сломается, и я возложу эти обязательства по ремонту на себя, но зато получаю автомобиль-ракету. Реально очень классную динамику за вполне вменяемую стоимость как самого автомобиля, так уж тем более прошивки. И, как показывает практика, риски не такие уж и большие. Двигатель B48, он в целом себя зарекомендовал очень ресурсным, надежным, неприхотливым, даже с повышенной мощностью, даже со стейджами. И даже мой автомобиль, кстати, у меня есть автомобиль с B48 и на стейдже. Я об этом как-нибудь обязательно расскажу. Но в целом, очень доволен результатом. Надеюсь, что и вы довольны и замером, и роликом. Поэтому поставьте лайк, напишите комментарий, напишите, понравилась ли вам динамика и то, что мы получили. Спасибо всем за просмотр. И пока.